Как же вырастить самую здоровую и крепкую рассаду? К этому нужно подготовиться. Даже посеяв семена в срок и создав им комфортные условия, имеет смысл подкармливать и стимулировать. А болезни и вредителей можно совсем избежать. Я научу вас, как без садовых гуру и лунных календарей вырастить самую лучшую рассаду. Если вы мастер спорта по садовому многоборью, тогда вам очень пригодятся те средства, о которых я вам сейчас расскажу. Смотрите и запоминайте, а лучше записывайте. Чемпионом среди стимуляторов я считаю HB101 или NV101. Применять его легко и просто. Главное делать это не более трех раз за период развития рассады. Одна капля на 1 литр воды может показаться странной дозировкой, но поверьте, работает препарат необычайно эффективно. Это неудивительно, ведь в составе экстракты кедра, кипариса, сосны и подорожника. И, кстати, на него очень хорошо реагируют комнатные растения. Цветут они очень обильно и без всяких негативных последствий. Почву для рассады я готовлю сама. Покупаю готовый грунт в садовом магазине. Там же покупаю биогумус, перлит или вермикулит. В готовый грунт я добавляю 10% перлита или вермикулита для разрыхления и 10% биогумуса. Все это перемешиваю и обрабатываю оздоровителем почвы. Он подавляет развитие возбудителей грибных и бактериальных инфекций, а также увеличивает содержание азота в почве. Если вы приготовили для рассады хорошую почвосмесь, то растениям больше ничего и не нужно. Они все необходимое возьмут из почвы. Если биогумус вы не положили в грунт, то рекомендую воспользоваться жидким биогумусом, который вы тоже можете использовать в качестве подкормки. Достаточно одной чайной ложки на 3 литра воды. Но запомните одно очень важное условие. Лучше не докормить, чем перекормить. Потому что биогумус очень сильное удобрение. И лучше его использовать во второй половине вегетации растений, не раньше апреля-мая, иначе растения могут вытянуться. Вы, конечно же, знаете, что болезнь лучше предотвратить, чем лечить. И поэтому я использую для защиты растений от инфекций биозащиту от болезней. В первую очередь раствором с этим средством я обрабатываю семена. А затем один раз в 10-15 дней поливаю, либо опрыскиваю растения после всходов. Чтобы избежать вредителей, тли щитовки паутиного клеща, я использую фитоверм. Использовать его необходимо по инструкции. Если же вредители у вас уже завелись, то нужно сделать то же самое по той же схеме только через 3 дня и 3 раза. Повторные обработки нужны для того, чтобы накрыть от рождающейся из яйцекладок поколение. После обработки вынесите рассаду в ванную. Хотя оно безопасно и для человека, и для животных. Еще одно средство, которое я использую, это Вайкал М1. Это эффективное средство, содержащее большое количество микроорганизмов, которые выделены из плодородной почвы. Они и называются эффективными микроорганизмами, сокращенно М. Благодаря им растения получают сбалансированное питание, плюс активизируются обменные процессы, повышается устойчивость к болезням и вредителям. А в результате рассада растет крепко и в открытый грунт идет полная сил. Я просто поливаю раствором рассаду в расчете 1 чайная ложка Байкала на 1 литр отстоянной воды. В апреле-майе можно добавить биогумус и гумат калия. Я вас прошу, не увлекайтесь стимуляторами, подкормками и народными средствами, от которых рассада растет как бешеная. Нам не нужна бешеная рассада, нам нужны здоровые, красивые растения, которые дадут обильный урожай. Меня зовут Ирина Угодчикова, я садовод-любитель и занимаюсь выращиванием овощей, фруктов и ягод в своем огороде более 15 лет. Моя любимая культура – это томаты. Я приготовила для вас еще один подарок. Все те садоводы-любители, кто вступит в мою группу «Заметки садовода» во ВКонтакте и напишут мне в личное сообщение слово «Помидор», получат 15% скидку на покупку семян моих томатов. Магазин вы сможете найти там же в группе «Заметки садовода». Выращивайте здоровую рассаду и всем желаю хороших урожаев! Субтитры создавал DimaTorzok